Маляши Если не ошибаюсь, тут, наверное, на один действующий радар 5 муляжей Маляши 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 снизилась до 11 с половиной. Средний расход снизился до 6 литров, до 6,1 литра, на 100 километров. Так, пройден 81 километр с момента старта. Время пути 1 час. Средняя скорость 66. Интенсивность движения достаточно высокая. Относительно высокая. Местное время 8 часов 20 минут. Разница с Москвой 3 часовых пояса. Время пути 1 часа. Средняя скорость 66. Время пути 2 часа. Время пути 1 часа. Время пути 1 часа. Время пути 2 часа. Стоянка с левой стороны, много фор, но асфальтка нет. Я устанавливался на этой стоянке давно. Ну, буфет в столовую не заходил. Ну, она была асфальтированная. Наверное, асфальт уже разбили. Видно лужи. Вот тоже фуры кучкуются с правой стороны. Так что можете без умения останавливаться здесь на ночь на отдых. Прием пищи. Хотя полу-бронт, полу-асфальт. Асфальт. Что, уступил дорогу, что ли? А нет, остановился отдохнуть, наверное. С левой стороны тоже вода короткая. Это не радар, это камера фиксации. Может быть, муляж, может быть, настоящий. С левой стороны. Просто предупредила для фиксации инфобарабану, если ты действуешь. Специально ставят ограничение 70, люди, ребята, с обычной 90, вот на пустом месте, зачем так делать? Чтобы снять деньги. Понимая населенный пункт ГОБЭ, или, естественно, заправку, на стоянку, понятно, там надо сбрасывать, ограничивать там 70, даже, может быть, 60. Но на голой трассе, блин, поставить фиксацию и ограничения не добавляет авторитета. Так, до нас слива. Алистан. Он добавляет уважение действенникам. Алистан. 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 Продолжение следует... 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 25 тонн Кстати, колеи не видно Продолжение следует 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 Толбосы нужно взять. Копчёная или блядь, больно? Есть полносто, как все желается. Как все ревелады? Все копчёное, сало, соёное, копчёное. Есть унакающая теплотинка лопатка. Русланта. Вот здесь, по-моему, наверно он где-то. Вот, замечательная стоянка с левой стороны. Да, вот я говорил вчера в Барабинске, вот эту стоянку... Впереди камера на 70. Эту стоянку лёгкую. Ну это... надо было ещё час поехать. Ты возле поворота на Барабинск колбасу подаёшь? За старым Барабинским постом расстрелял в сторону Новосибирска. Старые, новые, хреновые стаи оттенки. Третья... Ненавид хреновый стан recognized Не знаю, где его искать. Старый мост, откуда я знаю, не старый мост, не новый мост. Сюда, ребята, он не платит, он не платит. Если бы нормально смогли объяснить, какой километр, все, то старый мост, новый мост, Страсть освещать надо, не труд, если я там в граждан. Мигди за сзади, не могу, что обвинять. Мигди за сзади, а там, Канам. Мигди за сзади, не могу, что не обвинять. У них не работают, не снять в гонях. Поверяйте, давайте, наутатки, поперейте. Всего хорошего. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Или заизолировать трещины, или, пока не поздно, накрывать новым полотном, иначе на разрешение пойдет в аэропетической прогрессии. Продолжение следует... 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 со сборной Японии, которая в субботу победила в Синякал. Защитник Зенита Дмитрий Чистиков присоединится в сборной России в Новоборске. Цимболист заменит на сборе защитников Матери Стрислава Макеева, который по медицинским причинам не сможет полноценно готовиться к матчам отборочного раунда Чемпионата Меры 2022 года. Сборная России проведет три встречи отборочного цикла против Хорватии. Р-254 трасса. Новые названия какие-то, новая блокировка здоровья. Олимпийская чемпионка Мария Лосицкена стала второй в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Спортсменка показала такой же результат, как победительница, австралийка Никола Мандербот, но запратила больше побоев. Лосицкена, благодаря данному результату, смогла произвести в финал Бриллиантовой лиги Бриллиантовой лиги. Хоккейсты московского Динамо обыграли китайские Куле Луна Радстары, стали победителями предсезонного турнира Кубок Мэра Москвы. Финальная встреча завершилась победой Белоглубых со счетом 8-3. Третье место занял Хабаровский Амур. Новый сезон. Третье место занял Хоккейной лиги старт будет 1 сентября. Белый сезон, Третье место занял Хабаровский Амур. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok